приветствую вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и мы вместе с вами рассматриваем воскресное евангельское чтение и сегодня очень такое необычное и важное повествование в общем-то это речь идет о воскрешении сына наинской вдовы читаем евангелие это евангелие от луки только он повествует об этом чуде лука как известно был такой очень внимательный историк который тщательно собирал все сведения из жизни христа после сего иисус пошел в город называемый наим и с ним шли многие из учеников его и множество народа вот спаситель он шел из города капернаума откуда где часто он проповедовал да так что зачастую капернаум называли городом христовым он там проповедовал часто но не всегда его зачастую там его и не слушали спасители вот он идет в город наин это юг галилея ближе уже к пределам а там самария потом уже иудея и город был не очень большой при этом за спасителем шли многие из учеников его и множество народа ну почему они шли потому что ученики понятно ученики это те кто желают последовать за господом и одни в числе 12 которые следовали за ним а другие которые многие из них стали в числе 70 и вот те и другие следует но при этом идет и еще народ почему так но потому что кто-то вот из любопытства просто следует за спасителем не было всех тех развлечений которые сейчас наполняют нашего пространства современного мира средства массовой информации там интернет и люди все время старые старались увидеть что-то такое необычное и если они это слышали то туда устремлялись и вот так как спаситель действительно порой совершал чудеса хотя не вы не в этом была главная задача его пришествия все-таки люди зачастую из любопытства следовали за ним когда же он приблизился к городским воротам тут выносили умершего единственного сына у матери она была вдова и много народа шло с нею из города вот представим себе да вот эту такую удивительную встречу города как правило они все обносились такими прочными стенами чтобы можно было в случае чего защитить город и были ворота где проходили выходили внутри города рядом с воротами как правило устраивались собрание там такая вот площадь внутри города и там собирались ну скажем так глава города производил суд вот а за ворота уже выходили для того чтобы куда-то отправиться и вот получается так что спаситель тоже произнесет определенный такой вот суд но произнесет его уже за этими воротами произнесет он суд над смертью а выносит хоронить из города почему потому что ну было так вот принято люди боялись в общем-то смерти и до сих пор боятся в основном и поэтому старались как бы отодвинуть смертью подальше от себя или вот то что напоминает о смерти то есть захоронение делали вне города и только уже в христианское время когда мы понимаем что смерть стала какой-то вот такой вот условностью зачастую вот сами храмы ставится там же где и хоронят людей да вот храм вот тут же и кладбище потому что люди почившие они тоже чадо божие на самом деле нету бога мертвых у него все живы и только вот это мы так сказать вот временно здесь находимся а все мы переходим в вечность и наша задача тоже найти упокоение конечно прежде всего в небесном храме но хорошо прекрасно когда человеку похоронен именно при церкви там где совершается постоянное богослужение и потом уже вокруг вот этого храма и кладбище образовывались и поселки зачастую города и внутри городов бывали христианские захоронения но в те времена немножко по-другому и вот выносят и получается так что две процессии да одна процессе это процессе так сказать вот смерти похоронной процессе а на встречу идет процессе жизни господь иисус христос и есть сама жизнь которая пришла в нашу мир а для чего для того чтобы как он сам сказал чтобы жили и жили с избытком и для того чтобы приобщились к нему и чтобы победить смерть и вот они сталкиваются эти две процессии да и что же будет дальше но при этом у евангелиста луки мы видим очень важные такие вот подробности обычно когда мы читаем и вот просто пробегаем ну да ну единственный сын там у матери она вдова ну много таких и вот тут же еще и много это народа шло с нею города ну да конечно хоронят а дело-то все в чем вот обратите внимание прежде всего значит она вдова а положение вдовы было очень тяжелым в то время почему так потому что основным так сказать вот добытчиком средств являлся только вот муж глава семьи и женщине очень трудно было куда-то устроиться на работу и тут получается такое двойное горе вот она потеряла мужа и она теряет единственного сына все у нее больше никого нет то есть это абсолютно нищета ну да если бы она была скажем вот вдова но у него дети то дети бы поддерживали ее а тут получается что рушится все последняя опора сын умирает и я даже так скажу что вот смерть ребенка это вообще самое несправедливое проявление зла на земле зло оно всегда несправедливо и вот люди впустили зло в свою жизнь когда сорвали запретный плот потеряли бога и вот так получается что люди не только вот зло впустили но впустили и несправедливость в наш мир и это несправедливость она проявляется в чем в том что начинает умирать невинные дети вот зачастую виноваты мы взрослые но умирают наши дети из-за чего из-за того что человек впустил зло в мир а зло оно всегда несправедливое и всех несправедливости самая крупная несправедливость так сказать самая несправедливая несправедливость это смерть детей невинных детей которые зачастую вот еще никак себя в жизни не проявили поэтому и в ветхом завете самая первая смерть это была смерть невинного авеля который убирая убивая умирает от злолюбивого каина да и в новом завете первая смерть которую мы читаем эта смерть вифлеемских младенцев то есть невинная смерть и вот тут а как же господь а на самом деле господь то он сострадает и сочувствует и он-то рядом но мы сами впустили это безобразие и вот мы как раз здесь видим как наглядно вот сталкивается когда вот это вот несправедливость потери единственного сына у матери единственного ребенка ее горю предела нет отчаяния сердце разрывается от этой вот боли но при этом женщина на самом деле была непростая в каком смысле не в смысле какой-то знатности известно известность а в смысле духовном она пользовалась уважением и вера и видимо за свое благочестие почему потому что много народа шло вместе с нею хоронить ее сына вот посмотрите на окружающий наш нас действительность когда умирает вот бывает так что один умрет человек и всего лишь несколько там каких-то знакомых придет на похороны и все и даже бывает так что и хоронить некому из-за того что человек этот не особенно не пользовался каким-то уважением а бывает так другой вот умрет то к нему на похороны и проводить его уже вечную жизнь приходит множество людей там даже сотни тысячи людей готовы идти потому что этот человек пользовался уважением и вот тут мы читаем в отношении этой вдовы что много народа шло с нею из города вот чтобы тоже провожать последний путь ее почившего сына то есть женщина пользовалась уважением а уважение в то время вот в той культурно-исторической среде она могло быть заработано только путем очень такой высокой благочестивой жизни жертвенной жизни нравственной когда вот ну вероятно она отличалась удивительным милосердием жертвенно помогала другим поэтому ее уважали и когда у нее умер сын то все идут и разделяют с ней вот это вот горе а горе действительно страшное потеря единственного сына мы говорим что это вот проявление как раз вот самых вот величайших несправедливости нашего злого мира и тут вот как раз что мы читаем дальше увидев ее господь сжалился над нею и сказал ей не плачь вот здесь мы видим что на самом деле это господь он сострадает о каждом таком кто проливает слезы и но здесь вот видимо из-за того что она была добродетельна это вот спасите это не случайно это все предустраивает это может поначалу показаться что встречи случайны дат что вот идут и вот тут выносили умершего как бы случайно на самом деле в божьем промысле нет никаких случайностей вот эти две процессии они как раз сталкиваются а именно потому что они и должны были встретиться когда встречается смерть и кажется что все кончено ну все несут хоронить кто тут поможет кто тут чего скажет да никто ничего а спаситель сказано во первых он сжалился над нею то есть он проявляет свое удивительное сострадание милосердие и он говорит ей просто не плачь вот как знаете в апокалипсисе в откровении иоанна богослова мы читаем уже о будущем времени там сказано что отрет господь всякую слезу сочей их да то есть всех страждущих все страждут но те кто все-таки свое сердце открывает навстречу господу то господь подаст утешение такому человеку а кому-то подает это утешение даже здесь уже в наше время и подойдя прикоснулся кадру вот в общем то согласно ветхозаветному законодательству там считалось так что если кто-то прикасался к покойнику или к вещам покойника или к гробу которым похоронен мертвый то такой человек считался оскверненным на семь дней но и обычно все боятся прикасаться а спаситель вот прикасается именно кадру на котором несут почившего он не боится потому что ну какое тут может быть осквернение если вообще смерть она не оскверняет человека оскверняет человека злолюбивая жизнь да если ты живешь во грехе вот это и есть твое осквернение а телесная смерть расставание души с телом она не может никого осквернить и вот он прикасается кадру как бы показывая тем самым что царство смерти подходит концу да то есть он останавливает вот эту похоронную процессе он просто подходит и останавливает и несшие остановились вот наступает такой момент когда спаситель фактически уже произносит вот этот вот суд над смертью над смертью которая вторглась незаконно в жизнь людей ну да люди согласились но по уловке дьявольской согласились и должен наступить такой момент когда сама смерть будет обманута и будет побеждена и вот спаситель решительно так сказать останавливать эту процессию несшие остановились и он сказал юноша тебе говорю встань вот спаситель когда оказывает какую-то чудесную такую благодатную помощь то мы не видим какого-то многословие да вот это много речи когда мы пытаемся какого-то человека утешать всевозможными там словами выражаем какое-то вот сострадание сочувствие особенно когда кто-то там умер что вот мы говорим соболезным и так далее но слова наши зачастую они оказываются совершенно пустыми почему потому что наше сердце вот оно не стало еще обителью жизни и не стало обители подлинного утешения и мы не можем вот душой своей утешить другого человека мы не можем никак восполнить его потерю а вот у тех кто стяжали эту жизнь у них одно малое слово она способна уже принести утешение доставить утешение потому что такое слово оно с растворено с благодатью божию и спаситель поэтому здесь не многословит он фактически не проповедует и не рассуждает он просто берет и решает эту ситуацию конкретным образом он говорит обращается к почившему как живого вот так как мы обращались бы к нашему другу да или как мы обращались бы скажем так вот к спящему человеку чтобы его пробудить вот так спаситель обращается к почившему к этому фактически вот трупу говорит юноша тебе говорю встань мертвый поднявшись сел и стал говорить вот он произнесен суд над смертью то есть в городе обычно внутри города возле ворот произносится такой суд а тут так сказать вот люди боятся и по смерти они вот этого почившую отправляют вне города и спаситель уже вне ворот города произносит суд над смертью потому что и сам спаситель впоследствии принимает смерть искупительную за грехи людей и воскреснет тоже вне города как бы вне вот этих человеческих земных построений и здесь спаситель вот так вот его воскрешает причем он воскрешает не так как воскрешали допустим ветхозаветные пророки мы читаем что или я святой воскрешает отрока да но прежде всего или я молится богу и вот он простирается над отроком и молитва воскрешает или и также как у елисея пророка он молитвы тоже воскрешает отрока и фактически там не сами пророки а господь по их молитве воскрешает а здесь сам господь и находится поэтому он никому не обращаются с молитвой он сам владыка над жизнью и над смертью поэтому он говорит юноша тебе говорю встань и мертвый поднявшись сел и стал говорить то есть дух вот этого юноша его душа которая уже отлучилась от тела возвращается к бездыханному своему телу и тут же мы видим проявление жизни во первых он поднимается затем он садится и начинает говорить вот обычно как-то никто на это не обращает внимание конечно когда он говорит да это проявление уже жизни да то есть это явно что не просто какое-то там видение что он поднялся как бывало там некоторые колдуны они пытались имитировать воскрешение ну как будто там труп начинает вот двигаться а потом никто не видел чтобы этот человек дальше жил да а здесь именно конкретное воскрешение был мертвый его уже хоронили но вот он вдруг подымается начинает говорить но обычно конечно же как-то все мы проскальзываем ведь он же что-то действительно говорил но евангелист этого не записывает а почему потому что собственно говоря что хорошего мог сказать вот этот воскресший юноша которые после смерти как и всякий на самом деле умерший вот до искупительных страданий христа ведь ко всякий сходил во ад шеул в мир вот этой вот печали где конечно одни страдали но другие ожидали грядущего христа но никто не испытывал райского блаженства и поэтому юноша который начал говорить и видимо рассказывал про то что он видел в том мире но что он мог сказать вот как помните правотец иаков когда ему говорили про якобы умер иосиф он произносит с печалью сойду к сыну к моему к сыну моему в преисподнюю или вот как саул который незадолго до своей печальной такой вот смерти и когда он был поражен уже врагами и решил покончить жизнь самоубийством но правда потом его добивает один из его воинов вот он пытался вызвать душу пророка самуила да и обращаясь к волшебницам но та сама удивилась то есть там сказался божий промысел а не какое-то волшебство и чары колдовские когда самуил является саулу чтобы обличить саула но самуил тоже выходит как бы из преисподних земли почему так потому что все люди до воскресения христова точнее до сошествия христа в ад они все находились там и вот этот вот юноша он тоже сошел в ад и поэтому когда он начал говорить то вероятно стал рассказывать именно о душах находящихся в преисподне и и поэтому это не записывается так как ничего радостного в этом нет а самое главное то что христос уже вот подлинная жизнь он побеждает эту смерть и скоро то он людей выведет из ада и читаем и отдал его иисус матери его то есть материнское сердце разрывалось от скорби от этой беды она утратила ребенка но ей возвращается ее почивший и на самом деле спаситель он вот так вот показывает что в конечном итоге вот да наш мир это мир утрат у кого-то умирают дети у кого-то любимый человек да у кого-то погибает погибает или внезапно умирает тот в кем ты в ком ты не чаял души своей да и получается что наш мир это мир сплошных утрат сплошных разлук и только немножко ты пожил здесь как ты уже уходишь расстаешься и любимые тебя тоже теряют но придет такой момент когда когда господь наш иисус христос каждого потерянного вернет любящим его то есть настанет такой момент когда господь всех воскресит когда господь райские обители откроет для тех кто вот сам исполнен любви чистого сердца и там исчезнут все разлуки все утраты и вот как спаситель возвращает вот этого единственного сына его маме горячо любивший его так и нам будут возвращены наши родные люди которые тоже похищены смертью тоже перешили вот в тот мир их спаситель вернет нам вот а здесь он показывает что он по любви возвращает вот этого сына его маме и всех объял страх ну понятно почему потому что такое вот наглядное воскрешение это действительно что-то невообразимое все стали ну что они выражали свое удивление сказано и славили бога говоря великий пророк восстал между нами и бог посетил народ свой ну они считали спасителя просто вот пророком конечно же господь он выполнял три служения царское первосвященническое и пророческое служение и действительно он был и пророком и предсказывал судьбу людей но пророк прежде всего тот кто открывает волю божию да спаситель открыл нам волю отца своего небесного и воля она такова чтобы никто не имел смерти но все обрели подлинную жизнь и вот это вот чудо воскрешение сына наинской вдовы оно послужило поводом для вопроса которые задавали иоанну крестителю сразу же после этого ученики иоанна крестителя и вот он святой иоанн находясь в темнице посылает двух из учеников своих спросите иисуса вот ты ли тот который должен прийти или ожидать нам другого и спаситель говорит им ну а вы вот посмотрите что уже на самом деле это происходит что слепые прозревают глухие слышат прокаженные очищаются мертвые воскресают нищие благовествует и блажен кто не соблазнится а мне да то есть вот это вот слова что мертвые воскресают это было сказано как раз в связи с тем что вот только что спаситель совсем недавно воскрешает сына наинской вдовы вообще в евангелии мы читаем что спаситель воскресил трех человек то есть причем двое из них были в таком достаточно юном возрасте это дочь иаира двенадцатилетняя дочь иаира затем сын наинской вдовы юноша и друг самого спасителя лазарь вот блаженный августин когда он толкует это место он обращает внимание на то что здесь на самом деле как бы три разные ситуации вот дочь иаира она вот только что умерла вот спаситель шел к ней и она фактически умерла при вот в ходе вот при подходе спасителя к дому иаира то есть недавняя смерть как смерть только прикоснулась в случае с сыном наинской вдовы смерть уже так сказать вот его охватил и его несли хоронить но еще не похоронили а в третьем случае лазарь не просто умер не просто его хоронили а уже похоронили уже шел так сказать четвертый день уже тление господствовало о чем свидетельствовал самый запах да и уже тление проявляло себя наглядно и в этих трех случаях спаситель себя являет свою божественную силу воскрешает то есть и в том случае когда вот только-только прикоснулась смерть а ну могли бы сказать ну да там вот просто клини такая клиническая смерть ненадолго там могут а и но во втором случае когда уже уже умер но хоронили там только день проходил один но все равно уже время достаточно вот уже несут хоронить и тогда спаситель человека воскрешает и когда он уже все рассыпается так сказать труп по вот этим земным составляющим и полные вот так сказать здесь безысходность по-человечески но и тогда спаситель способен воскресить и вот блаженный августин он объясняет это еще в духовном смысле что это в том числе и образ нашего духовного воскрешения вот бывает так что человек только-только впал в какой-то грех вот он только что умер но если ты покаешься то спаситель тут же тебя воскресит от твоего греха вот как дочь и аира которая недавно совсем умерла но бывает так что человек увлекся какой-то греховной привычкой он впал вот в эту духовную смерть и настолько вот уже увязает в этом грехе что страсть проявляет себя как такое духовное погребение человек его несут уже как бы хоронить да потому что он ну уже завяз в этом капитально но и в этом случае спаситель как подлинный наш воскреситель как не только воскресший но и воскрешающий он может даровать такую вот жизнь человеку достаточно только вот найти в себе силы раскаяться но и третье самое такое вроде бы страшное когда человек кажется что уже он уже давно погребен духовно он уже настолько погряз скажем в винопитии там или в наркомании или в блуде что распутник такой что деваться уже некуда все про него все скажут что он абсолютно там погиб и такие люди кстати действительно встречаются что неожиданным образом подчас даже неожиданно для самих себя ну они вдруг внутри в своем сердце говорят вот боже вот насколько вот все таки у меня безобразно душа боже прости меня грешного спаси и исцели вот воскреси мою душу и действительно господь и таких людей тоже воскресает воскрешает от их грехов так что кажется что уже вот это духовное разложение полностью господствует и нет все таки спаситель выводит их из этой пещеры смерти греховной и возвращает их к духовной жизни вот такие люди встречаются по жизни воскресшие люди люди воскресшие от греха и это чудо на самом деле более значимо более значимо чем чем воскрешение телесное почему потому что воскрешение телесное ну да это просто восстановление вот такой нашей внешней телесной оболочки но главное то что внутри этой оболочки Какая у тебя душа? Что ты стяжал? Ты воскрес вместе со Христом или ты погряз в смерти греховной? Вот с чем ты явишься на суд Божий, с чем ты потом впоследствии воскреснешь перед Христом? Вот это главное. Какая у тебя душа? Какое сердце? Стало ли оно вот этой мрачной гробницей, в которой смерть царствует? Или же ты воскрес со Христом, и твоя душа подобна храму, обители Христова, где воскресение Господа царствует, господствует? Вот дай Боже всем нам, читая и вспоминая вот этого сына наинской вдовы, прежде всего не отчаиваться в том, что если кто-то у нас похищен смертью, близкий нам родной человек, Господь со временем вернет его нам, но вернет не в такой вот видимой земной жизни, вернет в вечной жизни. Самое главное, чтобы мы своей душой воскресли от грехов, и если кто-то погряз в такой глубине страстей греховных, так что кажется, что ты уже давно погребен в этой пещере, и тлеешь, и сдаешь вот это вот зловоние, то не отчаивайся и тогда, ибо Господь все равно воскресит твою душу, если ты от самого сердца обратишься к Нему, если будешь говорить, вот Боже, прости меня грешного, воскреси мою душу, очисти, исцели меня, Спаситель несомненно придет, вот только не отчаивайся, не теряй в себе вот этой надежды, и непременно вот подымайся, делай небольшие шажочки навстречу Господу, И Спаситель встретит тебя своим удивительным светом и воскресит твою душу. Дай Боже всем нам приобщиться к светлому воскресению Христову. Аминь. С воскресным днем вас, дорогие братья и сестры.